История и современность французского иностранного легиона Главная задача иностранного легиона воевать за интересы Парижа на заморских территориях Фото сайта www.legion.ranger.com Подготовка, тактика, вооружение и боевой путь необычных солдат Пятой Республики Термин «легион» происходит от латинского термина «lex» Закон, по другой версии от слова «lego» Собирать войска Слово «легион» в Древнем Риме означало воинское формирование 4505 тысяч тяжеловооруженных воинов, которым предавались вспомогательные части Вся армия Древнего Рима состояла из легионов, которые успешно сражались против своих соседей и противников Современный иностранный легион поддерживает воинскую культуру Древнеримской армии Его девиза верность и честь, легион нашей Родины и легион это братство Легион исповедует принципы братства, товарищества и интернационализма Эти принципы достались ему от армии революционной Франции, которая впоследствии стала наполеоновской армией Французский иностранный легион был создан в 1830 году во Франции королем Луи Филиппом Орлеанским, династия бурбонов, из офицеров-сторонников бурбонов и бывших наполеоновских солдат и офицеров, участников наполеоновских войн против России и Европы Необходимо заметить, что до создания французского иностранного легиона в конце 18 века в Италии были созданы польские легионы Эти части состояли из польских иммигрантов, которые до этого были разбиты фельдмаршалом Александром Суворовым и его войсками в Польше и бежали в Италию, где вступили во французскую армию Из них и были сформированы два легиона Впоследствии эти легионы были расформированы, их солдаты и офицеры вошли в состав корпуса понятовского армии Наполеона Польские легионы хорошо сражались и зарекомендовали себя с лучшей стороны Этот факт повлиял на решение Луи Филиппа Орлеанского отца-основателя иностранного легиона Во Франции после наполеоновских войн скопилось немало иностранных подданных с военным опытом, которым надо было найти применение Была и другая цель Идея Великой Римской империи, ее военно-политического могущества, ее прославленных легионов не покидала голов французских политиков Нужна была воинская сила, которая могла бы успешно воплощать их планы за рубежом и внутри страны Причем желательно, чтобы эта силовая единица состояла из профессионалов, морально не связанных с французской нацией А сражалась исключительно за воинский гонорар, зарплата плюс премиальные Луи Филипп Орлеанский видел в созданном легионе личную гвардию из солдат с боевым опытом, готовых сражаться за него Первые солдаты, которые составили французский легион, были французами из армии Наполеона Итальянцы из итальянской армии Евгения Багарни и поляки из корпуса Понятовского Французский легион одна из старейших воинских частей мира, одна из самых боевых и прославленных Хотя есть и другие не менее старые части, боевые и прославленные Например, Британская королевская гвардия, американская морская пехота, российские преображенские семеновские полки Русская армия однажды сражалась против легиона в период Крымской войны 1854-1856 годов Тренировки легионеров проходят в жестких условиях Фото с сайта www.legion.ranger.com Современный легион это фактически общевойсковая дивизия В составе которой 4 пехотных полка, из которых 1 учебный, 1 пехотная полубригаду 2 инженерно-соперных полка, 1 бронь-кавалерийский, 1 парашютно-десантный полк специального назначения И один отряд морского спецназа, обученный техникам десантирования с воздуха, с моря на катерах и из-под воды с помощью аквалангов Легион имеет свои танки и в его составе около 8 тысяч профессиональных бойцов Легион не обычная воинская часть, а оперативное войсковое соединение особого назначения Все его бойцы и офицеры, за исключением присягнувших новобранцев, прошли крещение огнем Участвовали в боевых столкновениях и локальных конфликтах в основном в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Афганистане Причем легион был задействован в военных конфликтах французским генштабом как часть быстрого реагирования Предназначение легиона отразилось на его применении и тактике Легион – штурмовая воинская часть, хотя он успешно использовался в антитеррористических операциях Свой контрповстанческий опыт легион и его бойцы накопили в боях в Северной Африке Особенно в Алжире в период освободительной войны алжирского народа А штурмовой во Вьетнаме в период освободительной войны вьетнамского народа Наибольший интерес представляет второй парашютно-десантный полк, созданный в 1948 году По структуре и задачам это воинская часть специального назначения, а не обычный парашютно-десантный полк Она состоит из семи рот, каждая из которых имеет свои цели, задачи и спецподготовку А – штабная рота администрации и поддержки или рота управления полка Б – рота командования и логистики обеспечения, продовольствия, боеприпасы, топливо, организация снабжения В – первая рота специализируется на ночных операциях, боях в городе и борьбе с танками Г – вторая рота специализируется на горных операциях Ее бойцы обучены спуску на горных лыжах с вооружением и использованию альпинистского снаряжения Бойцы владеют техникой десантирования в горах Каждый имеет квалификацию военный альпинист Д – третья рота специализируется на амфибийных операциях Ее бойцы подразделяются на аквалангистов, имеющих диверсионные навыки, и мотористов, которые управляют диверсионно-десантными моторными лодками Все бойцы владеют техникой десантирования с парашютом на воду Е – четвертая рота разведки В нее входят подрывники, снайперы и взвод командос, которые используют парашют-крыло для замедленных прыжков и скрытной высадки Задачи роты антитеррор – сбор разведки, диверсионные операции, освобождение заложников Ш – пятая рота технического обеспечения Полк накопил значительный опыт в контрповстанческих операциях в Алжире и во Вьетнаме Участвовал в знаменитом сражении при Дьен-Бен-Фу Продемонстрировал стойкость и высокие воинские качества При формировании полка командования легиона учло структуру специальной авиадесантной службы Великобритании с целью повышения эффективности действия полка и превращения его в часть спецназначения Национальный состав Сегодня в легионе служат представители более 100 наций Общаются на французском языке – это язык легиона По-русски говорят тоже немало легионеров Во-первых, наши соотечественники Во-вторых, часть выходцев из славянских стран и иногда французы Негласную прерогативу при поступлении в легион имеют представители тех наций, которые стояли у истоков легиона – французы, итальянцы, поляки Легион находится под опекой католической церкви На особом положении арабы Они как носители французского языка имеют привилегированное право при поступлении в легион Помимо этого они носители арабского языка, культуры и традиций ислама Легион ведет боевые операции на Ближнем Востоке Они выступают в роли переводчиков и специалистов по местной культуре, если необходима поддержка населения Кроме того, легионеры – хорошие воины Факт привлечения арабов в легион имел место еще в Римской империи Один из легионеров, араб по происхождению, стал римским императором Это Филипп Араб Встречаются в легионе и представители народов Дальнего Востока Китая, Японии, Таиланда Офицеры Во главе легиона стоит генерал французской армии Это офицер с боевым опытом, он отец легиона, образцовый легионер и связующее звено с французским генштабом, которые отправляют бойцов легиона на боевые операции Личное знакомство с генералом происходит при принятии воинской присяги Глядя на его фотографию, видишь бравого офицера с солидным боевым опытом и серьезным стажем командования воинскими частями Парад на Елисейских полях, легионеры в традиционных белых кепи идут торжественным маршем Фото с сайта Отбор легион организация католическая, есть свой епископ, который участвует в военных церемониалах легиона Командование легиона следит, чтобы в легионе был определенный процент выходцев из разных стран При этом учитывается вероисповедание, язык, гражданство, страна происхождения На славян приходится приблизительно 20% общего числа легионеров При отборе в легион учитываются физические, моральные, интеллектуальные показатели Все легионеры ростом выше 180 см, крепкого телосложения и выглядят как бойцы элитного подразделения с солидным опытом службы Легион немалое внимание уделяет воинской выправке, что служит рекламой для вербовки новых бойцов В процессе отбора в легион новобранец проходит серию физических и интеллектуальных экзаменов Физические экзамены, челночный бег, подтягивания, отжимания, лазания по канату Интеллектуальные экзамены, по системе психометрических школьных экзаменов и тестов Айзенко на знания физики, механики и математики Наказания Наказания бывают физические и материальные До присяги и поступления первых зарплат материальных взысканий быть не может Новобранец может столкнуться с физическими наказаниями По любому поводу могут быть назначены отжимания от 30 до 50 раз Оружие оружие подразделяется на личное и вооружение части, в которой служит легионер Легионеры вооружены штурмовой винтовкой Спецподразделения легиона используют ее с глушителем По мнению оружейных специалистов, это на редкость плохое оружие и в лучшем случае годится для полицейских операций при условии применения в городе В последнее время легион перевооружается германской винтовкой ХК-416 Которая по дизайну напоминает американскую М-16 Снайперы вооружены американской снайперской винтовкой Борет М-82, которая хорошо зарекомендовала себя в военных конфликтах Легионеры вооружены бельгийскими пулеметами ФНМАГ и ФНМИЛМАЙ И французским пулеметом АА-52 Для борьбы с танками легионеры используют ПТУР Милан На занятиях в легионе изучается оружие и вооружение стран бывшего советского блока на случай его захвата и применения Бронетехника легиона БМП 10 рублей напоминает нашу БМП Колесный танк 10 РЦ Вооруженный 105 мм пушкой Колесный бронетранспортер ВАБ Напоминает наши БРДМ Бронетехника легиона несколько устарела, но вполне годится для локальных конфликтов На боевых операциях легион прикрывают боевые вертолеты и самолеты французской армии Русские Русские массово появились в легионе после гражданской войны в России и эвакуации армии генерала Врангеля из Крыма в 1921 году Однако некоторые иммигранты сражались в составе легиона уже в Первую мировую войну Например, Зиновий Пешков, иммигрант из России, храбро сражался в этот период в составе легиона Получил награду за храбрость и стал командиром батальона, а впоследствии корпусным генералом французской армии По некоторым данным, службу в легионе прошли после 1921 года более 10 тысяч белогвардейцев, в том числе генералы и офицеры Все они были понижены в званиях и начали боевой путь рядовыми легионерами Наиболее известный из них полковник ФИ Елисеев, ставший командиром пулеметного взвода, и генерал-лейтенант БР Хрящатинский, ставший лейтенантом легиона Советские и русские в иностранном легионе начали служить с 1950-х годов, когда некоторые советские солдаты были отправлены служить в Африку и выполнять интернациональный долг Попав в плен к бельгийцам и совершив от них побег во французскую африканскую колонию Они по предложению, от которого невозможно было отказаться, завербовались в иностранный легион и служили в нем вместе с бывшими солдатами вермахта и СС После распада СССР, дестабилизации советской экономики немало наших соотечественников завербовались в легион и прошли в нем боевой путь Присяга Торжественное мероприятие, которое проходит после успешного окончания легионерами-новобранцами курса в учебном подразделении в Костель-Надари В присутствии командования легиона легионеры-новобранцы, держа зажинные факелы, в парадной форме произносят слова на верность иностранному легиону С этого момента они полноправные бойцы легиона Их направляют в воинские подразделения для прохождения службы и овладения воинской специальностью Физическая и боевая подготовка На этапе экзаменов по физической подготовке необходимо подтягиваться не менее 10 раз, быстро и хорошо выполнять упражнения по челночному бегу, отжиматься не менее 50 раз и лазать по канату После принятия в учебное подразделение на курс молодота бойца в Костель-Надари физические нагрузки возрастают По свидетельству бойцов легиона, беговая дистанция в среднем до 15 км в день Совершаются марш-броски с полной боевой выкладкой по пересеченной местности, учебно-боевые стрельбы При этом нужны хорошие показатели преодоления полос и препятствий, которая считается одной из сложнейших длинных и лучших среди воинских частей различных стран По окончании общего учебного подразделения каждый легионер овладевает своей воинской специальностью Минер, моторист, аквалангист, снайпер, разведчик-командос, стрелок из ПТУР, водитель танка, стрелок из орудия Легионеры тренируются в различных учебно-боевых центрах При этом необходимо демонстрировать высокие показатели на экзаменах Полевая форма легионеров камуфлированная, знаки различия французской армии Головной убор зеленый берет, головной убор парадной формы белая кепи Зеленые аппалеты с красной бахромой, зеленый галстук, синий пояс и аксельбант Парадно-выходная форма внешне напоминает нашу военную форму по покрою Она кремового цвета, кофе с молоком Легион в проекции на современность Сегодня легионеры как офицеры, так и солдаты участвуют в контрповстанческих операциях и боях В населенных пунктах в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Афганистане Операции легиона успешны, от этого повышается его репутация как элитной воинской части Легионо-оперативное соединение, сочетающее разные роды войск пехота Инженерные войска, бронетанковые войска, морской и сухопутный спецназ и парашютные части, равные дивизии Это способствует успешности его операций в локальных войнах Если необходимо, по приказу командования легиона одна часть приходит на помощь другой А подчинение французскому генштабу способствует успешному обеспечению легиона разведкой и авиаподдержкой Можно сказать, что французский легион готов к бою на 100% Он отличается хорошей выучкой и высокой воинской сплоченностью На современном этапе в РФ функционирует ЧВК Бойцы ЧВК слабо вооружены, нередко некачественным стрелковым оружием, с разным уровнем подготовки, без бронетехники, без суперсовременных средств в связи с средств РЭП, без прикрытия своей авиацией, нередко без достаточной разведки они идут на боевые операции и несут боевые потери Подразделения ЧВК это тактические подразделения во главе со старшими офицерами Из-за отсутствия оперативной структуры эти подразделения не могут достаточно эффективно выполнять боевые задачи Может, имеет смысл создать Российский иностранный легион во главе с генералом, который будет отбирать лучших бойцов для службы, взаимодействовать с Генштабом РФ и применяться исключительно для зарубежных операций Ведь есть в РФ дивизия оперативного назначения Росгвардии и Дзержинского, которая имеет специальное предназначение контрповстанческие операции поддержания общественного порядка внутри РФ Есть Таманская и Кантемировская дивизии, предназначение которых общевойсковой бой В армии Византийской империи существовала славянская фемотерриториальный легион, который состоял из славян, базировался в Северной Греции и хорошо себя зарекомендовал Русская армия имеет опыт создания легионов Впервые они были сформированы в 1769 году для участия в войне против турок и включали гренадеров, мушкетеров, казаков, гусар и артиллерию Они носили названия Московский и Санкт-Петербургский Численность около 6000 Человек каждый Они хорошо себя показали А Санкт-Петербургский легион участвовал в войне с польскими конфедератами В период Крымской войны 1854-1856 годов на стороне русской армии сражался греческий легион, состоящий из греческих добровольцев, которые замечательно себя показали при защите Севастополя Современной России и ее армии нужны части, специализирующиеся на защите интересов РФ за рубежом, ведь у нее много союзников и друзей А в странах-союзниках могут случиться военные конфликты, для решения которых нужны оперативные части быстрого реагирования со знанием языка и традиций Алексей Васильев Алексей Алексеевич Васильев – независимый журналист Право на данный материал принадлежат независимое военное обозрение Материал размещен правообладателям в открытом доступе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова